здравствуйте видимо немая здравствуй девушка а видимо парень здравствуйте молодые люди брысь мне сказали брысь да и шут с вами идите дальше не для вас пятерки сегодня с банкомата сняты бананщики вытаскиваем здравствуйте ну что ж давайте начинать потихонечку начать чего со знакомства начнем ну здравствуйте меня зовут константин я студент третьего курса академии рхг русской христианской гуманитарной академии имени достоевского меня зовут евгений это такое народное шоу очень веселое с весьма веселым ведущим но мы не похожи на веселого человека я очень веселый человек по вам видно что вы обеспокоены и чем-то встревожены возможно вас что-то случилось все в порядке сейчас я вам задам пять вопросов если вы ответите на них без подсказки вы получите 2000 рублей оба будет потом супер вопрос если без подсказок если с подсказками вопросу супер не будет понял начинаем как называются вещества которые плохо проводят электрический ток ну по логике не электропроводимые но я бы назвал их электроизолирующими вы бы назвали их изоляторы ну или диэлектрики скорее изоляторы или диэлектрики нет скорее бы изоляторами бы назвал диэлектрики или изоляторы изоляторы или диэлектрики в википедии было написано диэлектрики или изолятор но я склоняюсь к не спорте не спорте все правильно это же правильно алексей у нас съемка точно вовсю идет да очень шикарная я выгляжу в кадре спасибо микология это науки о микология наука о природе еще варианты на микробах по бактериям еще бы хотелось бы немножечко вариантов но больше идей как таковых нет бесплатная подсказка я люблю шампиньоны то есть наука грибах да осуждаем что осуждаем никому не советую это употреблять шампиньоны шампиньоны тоже у них не особо конечно я миколог но насколько я знаю есть виды шампиньонов которые вызывают галлюцинации у людей так что не советую грибами баловаться ник никому никогда ради вашего здоровья скажите мне где продаются эти шампиньоны там где лучше никому не знать в дикси нет в местах похуже столица португалия не знаю кого съела леса я хотел по-другому вопрос задать кто съел колобка да так будет вернее но леса 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 бон леса бон как называют битву которую также именуют донским и мамаевским побоищем могу предположить что куликовская битва возможно это верное предположение ничего себе историк оказывается когда ее не учил какая героиня одиссея обещала выбрать жениха только тогда когда закончит ткать покрывало я так понимаю мне надо ее имя назвать да упростим задачу хотя бы назови что это за героиня но сколько она была царицей ну наследницей престола че чего престола тики таки нет вроде как греция погоди не тики так а как называлась так как называлась афина не подожди не тики так а сир так не сир так а где одиссея то его остров как назывался лёх напомни и так и так а я грутик и так а все верно и так а это короткая тики так а это если длинное название так вот она была женой одиссея и ждала его годами он путешествовал насколько я знаю да он путешествовал после троянской войны он поплыл домой и десять лет шарахался везде его закинули по таскухами он там на острове поправить по гневу посидона его закинули да он и было с богинями а его жену звали круз актриса кто у нас круз актриса пенелопа круз пенелопа круз это был пятый вопрос микология лиссабон нам всю малину сегодня бывает константин забери у меня микрофон чтобы мне было удобнее залезть в карман и передай привет кому-нибудь но я передаю привет всем зрителям данной передачи надеюсь возможно кто-нибудь когда-нибудь победит в этой викторине но во всяком случае всегда должны быть победившие проигравшие такого природа была среда на той неделе снимали эту передачу милиция еще подошла хотели на нас дело шить ужас ольга 5000 рублей выиграла и евгений женой выиграли 5000 рублей а ты тысяч рублей выигрываешь благодарю так что реведерча спасибо что вам спасибо без проблем принял участие в этом мероприятие вам спасибо за ваше творчество честно вот побольше таких интерактивностей ну что вот так задаете вопросы скажем так разгоняйте память людям ну понятное дело конечно вопросы могут быть разными из разных сфер опять же людям полезно память разгоняют может кто-то и что-то новое узнает если кто не считал там ну мало ли бывают такие люди разбегаемся конечно дорогие и любимые подписчики и не подписчики ставьте лайки пишите хорошие комментарии очень при очень народная передача называется допрос она за бабос я вам задаю простые вопросы вы отвечаете и получаете бабосы за правильные ответы давайте давайте в этой передаче меня зовут евгений александр немножко себе расскажите из луганская родился дам шестьдесят четвертом году сторонку отойдем лишь там машина и сейчас занимаюсь охраной деятельностью давно сюда переехали до сейчас 9 но статьи девяносто первом году хорошо кто главные герои были на блин главные герои были сказочные сказочные этих блин в основном про них ранее говорили про этих про кого про этих мужиков и баб и бабы были да а что за мужики-то здоровые такие богатыри шлемах богатыри богатыри не вы эту подсказку мы не засчитываем потому что если я буду подсказывать что приз будет меньше потому что приз без подсказки 2000 рублей а там еще супер игра на 5000 рублей бабки есть ляжка сегодня жжет просто жжет как будто облепили и чем облепили я нервничаю потому что мне деньги жгут ляжку их же надо взлохматить даже не знал какой буквы обозначается сила в буквой в нет это не это не эта буква физики давайте вспомним школу сила тока просто сила обозначается буквой буквы на барабане какая буква буква ф на барабане буква ф на барабане да какая буква в ф ф ф это все сила спасибо не за что мы двигаем мы двигаемся дальше главнокомандующий в русской армии при бородинском сражении к тоже и баркай в детали заместитель сосуды несущий кровь от сердца артерии а к сердцу вены а капилляры 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 там вижу бы в этом очень сильно соображается откуда такие познания биологии да просто собой занимаюсь но как говорится уже не мальчик вот сканворды атрибутами какого греческого бога является дельфин и колесница дельфин и колесница честно скажу даже никогда вроде бы и не знал ну если дельфин если греция а дельфин о чем это говорит а дельфин это говорит нептун нептун у римлян да нептун-то у римлян а у греков брат зевса игоревича и кто же посейдон посейдон вот она точно спасибо огромное за то что вы так чудесно отвечали на эти вопросы вообще просто что за взаимодействовали с нами потому что не все не все готовы пообщаться с человеком у которого есть микрофон и вообще конечно не здрасте не до свидания понимаете ну а кто-то брызь вот так вот говорит представляете время такое я просто уже ну наверное взрослый человек именно что взрослый как раз таки и не идут на контакт молодежь то молодцы ребят возьмите микрофон передайте привет кому-нибудь я пока за призом полезу в карман от меня большой привет и моей дочери дарьи моей супруге юлии бате и брату володе а также людмиле петровне маме юли это ваш приз пожалуйста в передаче допроса за бабоса в последнее время проиграть невозможно а все почему потому что ляжка сегодня горит горит спасибо вам большое вам спасибо куда потратите такую бешеную сумму денег ну наверное на какой-нибудь презент канун нового года что-нибудь из общепита ну или магазина из общепита бургер какой-нибудь все-таки заточите только не в карл джуниорю с грибами гадость редкостная прислушиваюсь прислушивать не на вообще-то я сейчас как говорится худею и от мучного всего отказался что-нибудь и сладкого и сладкого никакой газировки нигде ничего но что-нибудь но если худеть если худеете то и алкоголь нельзя потому потому что калорийный алкоголь калорийный когда пьешь жрать время хочется закусывать надо это только алкаши не закусывают конечно ладно спасибо вам большое вам всего здоровья радости всех благ это по-христиански ну и главное с наступающим новым годом взаимно дай бог чтобы все плохое осталось в этом высокостном году говорится мир во всем мире нет негодяй это мой друг александр матвеев здравствуйте мы жили на одном стояке это было так классно когда я писал или какал саша все слышал иногда мы даже переговаривались да я был на первом саша на 3 на 3 меня когда стучал мячиком баскетбольном женька все слышал был прекрати прекрати это ложь это вы думаете александр очень популярный и известный актер он на играет в театре имени акимова комедии и тут я заглядываю недавно в твой vk и смотрю там у тебя интервью и берут око-моко представляешь это я ходил на матче зеницы ска баскетбольный и меня позвали я вернулся в баскетбол думал ты в кине в каком-нибудь снялся на в главной роли пока нет мы большое кино меня ждет но вот в театре зато 9 ролей больших так что вот там можно посмотреть на меня я знаю что ты очень хотел всегда поучаствовать в передаче допрос за бабос да это правда и был момент что мы сняли видео одно с александром но это была совершенно другая передача когда моя фантазия была мне все равно понравился не ну на самом деле хоть я там и матерился и и рыгал и пукал но было было дело но это было до части даже культурно здесь мы материться не будем поэтому пускай твоя дочь посмотрит это тебя вот когда будет это слово будет нет будет пук он все равно должен присутствует если вы слышите пердеж то это просто запеки меня мат а я недавно как раз знаешь как все сходится так я посмотрел твой выпуск с пенсионеркой на канале грибоедова вот она отвечал замечательную после узнала ты была моя мама совершенно в комментариях никто не спалили сейчас не хотят тебя палить но ты сам все рассказал я потом вырежу вас помню видишь как я я же актер вещи подыграл сказал видел выпуск ночью передача у нас сегодня серьезно потому что бабки есть моя я готов за 5 правильных ответов без единой подсказки 2000 рублей приз если подсказок действительно не будет то потом супер вопрос на пятак на пятак всего пятак вот тут в ярмарке потрачу а может быть все таки повернемся к вон той блестящей фигуськи давай к нашим соседям александринского театра блин но я не был готов я совершенно случайно вышел слушался со служебного входа и тут ты ну давай просто еще посложнее вопрос поэтому это все чтобы ты хрен выиграл да блин шутка дашь еще опозориться на такой аудитории аудитории шоу большого нету но это конечно пипец но я вообще мама тут и подготовила поехали ладно последовательность частей и элементов произведения для тебя вопрос частей повторить все очень просто это первый вопрос он очень простой он очень подвисит внутри это знаешь это знают все да да ты тем более ты с этим сталкиваешься каждый день последовательность частей и элементов произведения возможно звучит витиевато не сложновато ну а так то произведение до получается это в конце на последней страничке до написано это вообще вообще вот это произведение частей сейчас последовательность частей и элементов произведения вопрос мог бы звучать иначе но ты ответил бы прям сразу же ну да здесь подумай из чего состоит произведение что это предложение слова просто секундочку элемент последовательность частей и элементов произведения элементов не только произведения подожди не только произведения но и всего фильма рассказа стори тейлинга это вот это это вот это это вот это а это вот это в каком-то спичи и у него есть такое прямо на вот такое понимаешь фабула ну все проще я не я не хочу подсказывать надо тогда не будет супер вопрос последовательность частей и элементов так это ты не должен был запороться этого проживали а я запоролся вот как-то сейчас искать бесплатная подсказка ура развязка завязка кульминация туда-сюда что это сценарий развязка завязка кульминация что это полностью что это жизнь что ты себе позволяешь я не знаю я растерялся кульминация где у нас что это произведение начинается вступление вот стори тейлинг и вы говорите так на это зицы я зицы композицию позиция ё-моё ну композиции ладно насекомые относятся к царству вспоминаем рябуза михаловна да была такая вела либо за михаловна на вас класс к был не она у нас меня же гуманитарный класс она у тебя была классная была в класс кай в восьмой и девятый когда был классно потом у нас другом рябуза михаловна меня любила до после квн но квн к вообще у нас чтобы классная была да и с саньком учились школе понимаете мы много взаимодействовали по творческой деятельности очень много александр готовил меня к поступлению в театральной академии женьки не поступил зато стал блогером конечно а еще сейчас я миниатюру мы с алексеем в комедик клуб показываешь что приехали ребята из тнт посмотрели на нас и сказали полная раз будет пердеж вставляю да нам по барабан они не понимают ничего насекомые относятся к царству так паук что за царство государство знаешь есть такая шутка дедушка который родился до 1000 до революции 1917 года пожил в некотором царстве и государство и отчество был у него игорь да так ну это связано с живностью однокоренное слово царство животные еще раз живот это правильный ответ спасибо когда смотришь тебя вот сидишь блин отвечаешь на все а когда выходишь вот так композиция животные ничего не знаешь ну давай это я на тебя и на тебя и на тяну пока шапку дубак пипец давай 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 друзья мои читайте больше книг изучайте все на свете и тогда у женьки будете отвечать на первый и второй вопрос а теперь третий вопрос какой российский император одержал победу над наполеоном 1812 год началось это был это был не так поехали павел первый феофан грек нет теска твой серьезно да александр 2 сандар невский 1 1 1 1 1 1 1 3 вопроса в кине играешь каком-нибудь не сейчас кино не пока не снимаю сейчас выпускаю очередной спектакль в театре комедии приходите обязательно александр играет только главные роли играю я лучше чем вопрос 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 ребрендинг асида просто баба допросы за бабосы простите там будет пердеж какая птица изображена на картине рубинса прометей прикованный этот самый сова я помню я понял прикованный у него этот самый орел орел пятый вопрос отвечая на него ты будешь молодец давай в честь какого ученого названа единицы измерения силы тока ампер андре андре амперов знаешь что самое главное что мы с тобой встретиться по мне вот честное слово это больше это классно постоим здесь с тобой на малосе возьми пока колбасочку привет передай кому-нибудь я за призом давай да какой приз ты чё с ума сошел ну главное что это самое большой привет всем петербуржцам ребят скоро новый год готовьтесь встретите его здорово весело и вообще кайфуйте кайфуйте и побольше отдыхайте поменьше поменьше суеты поменьше каких-то нервов встречайтесь вон женька на улице и он будет поднимать вам настроение это точно даже вот это ваш приз пожалуйста не обессудьте заберите его да ну при ты щенка почти настоящая почти конечно вас конечно можешь скрутить ее а я могу трубочку нет только где-то а я могу это вот подарить тебе отдать обратно вот на развитие канала и вот чтобы вот ты взял на эту тысячу и оператору например сегодня его чтобы он вкусно по давай это оператору на обед вот от меня я вот все неправильно ответил а вот оператор на обед вот пойдет и поезд это в 6 запешки сегодня спасибо что ты снял все это посмотрел на это блин класс спасибо тебе лёша обнял приподнял покружил поставил радовался нюк тебя увидел уже пускай осталось окучать последнего человека и надо в школу идти до забирать ребенка я тоже меня все я побежал давай 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 случилось очень патовое обстоятельства так и так произошло горе нет это горе курьезно не курьезно кое-что случилось по техническим причинам не записался целый сюжет алексей чивкин оператор не нажал на кнопку рек и мы не записали ни хрена и не записали что было дальше поэтому здесь я вам говорю до свидания ставьте лайки поганые пишите в комментариях словосочетания матвей красава пишите в комментарии тоже к ним другие вещи напоминаю гадости никогда в жизни не пишите про участников только обо мне можно писать непристойности я все это стерплю но не позволю вам конючить нянячить и дудонить на участников передачи допроса за бабос в описании будет мой телеграм-канал только для своих телеграм-канал только тем будет полезен кому моя физиономия просто по душе всем две палочки все до свидания спасибо не за что смотрим на слезе классно блин я забыл я живет не фотографирует с людьми я снимаю видос так нахрена эти фотографии давай лучше видос с ними доставай свою шарман и растерялся просто подходит ко мне эдик подходит ко мне госдарова же керу здорово услышать я же не угодовая сфотками север давай а я-то забыл я же не фотку с людьми на хрена эти фотки я делаю видос качестве качестве привет передаем кому-нибудь не надо никому привет вообще не только для себя да ну ладно ладно все все спасибо не за что давай счастливо счастливо пока все домой легкой пойдем отсюда